Большой крестный ход отправился рано утром от Свято-Симеоновского собора. Поддержать православную традицию, а также помолиться в этот день пришло большое количество верующих. Афанасий Гумин и Брески особенно почитаем нами, ну и нашей семьёй, и моей семьёй, и нашим молодёжным братством Афанасия Брескова. Он защитник святой православной веры и особо дорог нам. Хочется быть частью большого праздника, наверное, чтобы к чему-то святому прикоснуться, и побыть на этом празднике, и малышу показать, как это, чтобы он тоже приобщался с маленького детства. Радуйся с другими людьми и желаем, чтобы все этот праздник праздновали как по-православному. Всем здоровья, главное здоровья всем. Традиционно 18 сентября Брест встречает паломников из разных уголков мира. В городе проходит памятное мероприятие, посвященное Афанасию Брескому. В этом году дата особенная. Ровно 370 лет назад Игумин Афанасий принял мученическую смерть во имя веры. Этот подвиг является олицетворением мужества и любви к Отечеству и Церкви. Сегодня, вспоминая преподобного мученика Афанасия Бреского, можно вспомнить и великого апостола языков, апостола Павла, который почти 2000 лет тому назад говорил о том, что «Жизнь для меня – это Христос, а смерть – приобретение». Вот преподобного мученика Афанасия воплотил в себе все то, что говорил и проповедовал апостол Павел и другие святые апостолы. Для преподобного мученика Афанасия смерть – это действительно приобретение. А жизнь, которую он провел, исповедуя Христа Спасителя и проповедуя и утверждая православную церковь, это была действительно его жизнь. Важность проведения торжеств отмечают и представители вертикали власти. Историческая справедливость восстановлена, и сегодня мы говорим, его жизнь – это подвиг. Достойный пример для подражания потомкам. Высокодуховный патриотический выбор Афанасия Бресского является для нас ярким примером горячей любви к своему краю и землякам. А знаменованием такого важного для города события стала закладка памятной аллеи в парке Тысячелетия. 25 сибирских кедров украсили большую территорию. Как отметил мэр города Александр Рогачук, это одно из важных мероприятий, посвященных Тысячелетию Бреста. Это замечательный пример совместной работы, где есть и духовная составляющая, и составляющая, созидающая, строительная и так далее. Этот проект будет одновременно, скорее всего, закончен. К Тысячелетию города мы надеемся увидеть храм уже с закрытым контуром, и, соответственно, парк Тысячелетия в 2019 году, в конце года, тоже должен стать уже местом отдыха наших горожан. Вместе с тем парк, ровно как и душа человеческая, это тот процесс, который невозможно окончить одномоментно. Здесь постоянно должны расти деревья, идти какие-то новые объекты появляться. Поэтому очень серьезный, важный объект. Большой праздник объединил православных не только из Бреста, но и из других городов Беларуси, России, Польши, Украины. Ведь быть ближе друг к другу, ценить и любить то, что имеешь, и тех, кто рядом – вот главное счастье для каждого, кто верит, надеется и ждет помощи и заступничества от покровителя земли Брестской.